В контексте этих выборов вы планируете какое-то предвыборное мероприятие, агитационная кампания? Какой срок должны занимать по-вашему вот эти подготовительные мероприятия? Честно говоря, самая большая проблема – это срок числа избирателей. Они будут до последнего момента идти, там, ну, за, не знаю, за три дня до голосования. Можно будет зарегистрироваться, я не вижу тут проблемы. Важно, конечно, охватить большое число людей. Я не знаю, как это пойдет, это может быть 10 тысяч человек избирать. Не страшно, нет позора в этом. Мы не должны себя, там, я себя не буду считать лузером от того, что всего 10 тысяч зрителей. Ну, не страшно, значит, мы дальше продолжим. Кончится 17 марта, с утра 18 марта мы начнем снова уговаривать людей регистрировать, скачивать приложение и так далее, и готовить новый какой-то референдум или какие-то выборы и так далее. Не страшно, не надо, это не позор. Это не позор, мы начинаем не с ноля, мы с минуса начинаем, понимаете? Скорее всего, да, много не будет поначалу, и кандидаты тоже в холостую, может быть, во многом сработают, ну, зарегистрироваться 10, например, кандидатов проведут предвыборные дебаты друг с другом и так далее. Ну, ничего страшного. 17-го не получится, ну, наступит, значит, там, сентябрь, наступит еще какой-то, больше будет возможностей. А представьте, какое разочарование будет у людей, когда с Надеждином произойдет то, что я прогнозирую, произойдет к вечеру 17-го. А что с ним произойдет? Ну, я думаю, что он получит свой 1%, Путин получит 80%, а он может сказать, ну что, вот такие легитимные выборы, за меня проголосовало столько, сколько проголосовало. А за Путина его поддержат, проголосовало вот столько народу, вот и все. А вот эти вот очереди, которые за него стояли, пойдут протестовать, нет? Нет, это исключено. Ситуация в России не такая, что этим людям еще как-то можно встать в очередь расписаться по правилам этой системы, но выступить против системы им никто не позволит. И выборы, и их итог не дадут им этой силы, не дадут им этой консолидации, не дадут агрегации всего этого протеста очередей в то, чтобы это вылилось в какое-то противостояние с властью. Этого не будет. Власть к этому готова. Она готовится, готова. Поэтому нет. Как раз будет разочарование. Очень сильное от того, что люди сами себя обманули в надежде на то, что они могут повлиять, не то что изменить, но повлиять на выборы. Просто на них повлиять. Поэтому, скорее всего, что, скорее будет такая большая ампатия, ничего не охота делать. А участие в выборах, по вашему мнению, само по себе, это плюс или минус? То есть мы легитимизируем или все-таки создаем какую-то проблему для режима, участвуя в этих выборах? Я считаю, что проблему точно никакой не создаем, потому что все заранее режим для себя просчитал. И от кандидата, и до процесса голосования и так далее. Поэтому нет. Никакой проблем это не создать вообще. А иначе, почему до этого проблемы не создавались никакие, ни в каких выборах? Причем не только на тех, на которых президентский участвовал сообщат. Но и муниципальные выборы. Я узнавал людей, которые прошли от оппозиции в Москве в качестве муниципального. И где все они? Власть просто перечеркнула их и все. Их просто нет. На следующих выборах их сейчас вообще никуда никто не прошел. Ну и так далее. Потому что война вообще все изменила, дала инструмент террора функционального, репрессий, преследований и так далее. Тем не менее, я хочу сказать, что я не осуждаю людей, стоящих в очередях. Я не осуждаю, не говорю, что они глупы от того, что они отдают подпись за надеждой. Я не посмею такого про них говорить. Я считаю, они делают это искренне. Но заблуждается, не заблуждается, время покажет, кто был прав, говоря о том, что это все спектакль. Но тем не менее, они не перестают от этого быть людьми моего круга, моего убеждений, моего ряда. Поэтому их надо будет готовить к тому, что их надо будет успокаивать, внушать им снова и снова надежду на то, что не в этот раз, а по-другому все получится и так далее. Ни в коем случае их нельзя оставлять в этом депрессивном состоянии. Они и без того, в общем, мучаются, сильно мучаются, мечутся и так далее. Они не от хорошей жизни бегут в эти очереди. Им в том числе в этих очередях надо увидеть таких же, как они. Что они не одиноки, что они не сидят в эскейпе и помалкивают относительно войны, относительно Путина, всего ужаса их окружающих. А что есть и такие тоже. Мы-то думали, что достаточно через интернет, вещая в своих блогах, каналах, где они по другую сторону экрана за нами наблюдают, для того, чтобы поддерживать их некую мобилизацию, их некую активность. Оказывается, нет. Этого недостаточно. Все-таки людям нужна такая тактильная контакт. Им нужны ощущения того, что рядом с ними такие же. Может, мы это недооценили, кстати. Нам показалось, что 21 век, век интернета, достаточно виртуальное общение. Жизнь доказывает, что все-таки нет. Никуда не девается вот эта коммуникация, эта теплота, значит, единство. Понимаете? И пусть, если в итоге, по итогу, эти люди друг друга найдут в этих очередях, ничего, через какое-то время это сработает в нашу пользу. Вы слышали про то, сколько сейчас люди ждут вот эти вот пираметрические загранпаспорта, для того, чтобы проблемы с их получением... Я даже думаю, что сейчас специально будут создавать проблему, чтобы люди не увеличивали получение, потому что за границей консульства, которые раньше, кстати, бодро выдавали эти паспорта. Ну, вот я, например, не могу его получить, поскольку я в статусе беженца, не могу посещать ни российских, ни консульств, ни посольств, но, естественно, посещать Россию. Но многие люди переехали, как релаканты, не получая статуса политического беженца. Они, в принципе, формально могут получить паспорта. Насколько я знаю, сейчас не выдают за границей. Это большая проблема, в очереди, на многие месяцы, ну, явно до 17 марта. Не менее полугода. Не менее полугода. Ну, вот я думаю, что это тоже связано еще и с тем, что они попытаются сжать правовой статус людей, находящихся не в пределах России. Они же вот внесли изменения в некоторые законы, там, и о гражданстве, и другие, корпус законодательства, о выезде-въезде в закон, с тем, чтобы они могут гасить на дистанции паспорта тех, кто не имел права выехать. Вот так это и звучит норма закона. То есть они просто, значит, вот эти электронные паспорта делают недействительными. И вы, при выезде, показывая этот паспорт где-то там на вылете или где-то, вдруг окажетесь, за границей я имею в виду, окажется, что ваш паспорт недействительный, поскольку он через базу, которую предоставляет доступ к ней Россия, считается недействительным паспортом. И у вас как бы нету документа легитимного. Так что это все предельно взаимосвязано, вот, и биометрия в связи с использованием нами ее для платформы, это тоже фактор, который способствует тому, чтобы приостановить любую легализацию статусов, ну, то есть выдачу потерявших, значит, срок действия паспортов прежних, замены и так далее. Вот это их мотивирует приостановить это все и не выдавать пока. На первом месте, по-моему, по числу переехавших, это как раз одна из первых, точно, Армения. Там еще Казахстан, это те страны, куда люди въезжали с российскими паспортами. В Армении они до сих пор остаются с российскими паспортами. Очередь составляет где-то полгода. Вы, эти люди, тем не менее, хотят участвовать хоть в каких-то выборах, которые, ну, им кажутся конкурентными. Вы дадите какое-то время этим людям получить загранпаспорта? Ну, формальный срок выборов это 17 марта. Еще раз повторяю, я говорю, что, ну, я понимаю, это прекрасно. То есть, даже если они пропустят эти выборы, ничего страшного, это не трагедия. Ну, не трагедия, потому что мы дальше это будем проводить. Если кто-то скажет, вот один раз и все, и больше никогда. Ну, нет же. Понимаете, кстати, у нас вполне может сложиться, что у нас будет второй тур. Кто-то сказал, что мы выберем по относительному большинству. У нас должен получить абсолютное большинство, 50 плюс один голос кандидата. Поэтому это тоже затягивает. А во-вторых, повторяю, ну, не участвовали в этих выборах. Так будут следующие. Будет референдум, обязательно будет. Просто нужно, чтобы вокруг этого инструмента сложился консенсус. Гражданский консенсус. Оппозиции, самих избирателей, их представителей, кандидатов, прессы. И так далее, чтобы все сказали, ну, слушайте, ну, может, она не идеальная эта платформа. Ну, а что лучше-то покажите. Я же по этому принципу. Если кто-то придет и скажет, слушайте, а я вот по отпечатку могу определить, российский это человек или нет. Как вы это сделаете? Ну, какой способ? Я же все время задаю этот вопрос. Вы скажите, какой лучший способ? Как можно проверить, гражданин на том конце у телефона россиянин или не россиянин? Какой? И люди начинают, ну, может, он там фотографироваться, он присылает свой паспорт. Но это уже персональные данные. Вы же хотите еще и собрать ту опцию, чтобы человек не пострадал, чтобы ФСБ не узнал о его данных. Ну, все начинают говорить про ФБК, про утечку данных умного голосования. Ну, так я же тоже этим руководствуюсь. Я же не хочу, чтобы люди пострадали. Ну, а какой? Пусть кто-нибудь предложит. Вот вы называли эстонскую и так далее. Там нет такой проблемы. Там люди вполне себе могут сфотографировать паспорт. Но мы-то не можем. А как я? А если он действительно кто-то ворвется и, так сказать, хатерская атака, и они просто даже без моей воли, ну, это все слижут. Мы должны избежать этого. И это та опция, которую непреодолима. Мы ее не можем перепрыгнуть. Но еще раз повторяю, если люди расположатся к этой платформе, и будет некий консенсус вокруг этого, то тогда уже, вот, говорит, надо избирательную комиссию. Ну, что ее создавать, если ничего еще пока нет? Да? Центральная избирательная комиссия. А кто будет, точнее, принимать эти новые нормы? Ну, нужен легитимный орган. Вот все говорят, а мы самоназначение. Вот съезд Пономарева, в котором я инициативу обсуждал, я в нем не принимаю участие, значит, с депутатами, которые когда-то имели полномочия. Ну, хорошо, вы провели один этот учредительный съезд. Но дальше-то вы же не можете проводить. Ну, вы бывшие депутаты, как вот и я. Я бывший депутат. Но я не могу, у меня нет этих полномочий. Ну, надо новых выбирать. Нельзя сказать, что вот мы когда-то были депутатами, и поэтому мы теперь будем принимать законы. Но это так не работает. Вообще не работает, потому что для людей авторитета не представляют. А вот если люди сами наделили эти полномочия, если они проголосовали, если они сказали, слушайте, нам нужен такой парламент. Нужен, чтобы кто-то представил наши интересы перед Киевом, перед Брюсселем, перед Вашингтоном, чтобы нам помогли с открытием счетов, с паспортами какими-то, пусть и суррогатными. С тем, с этим, с другим. А кто сказал, что это неактуально? Кто сказал, что это неактуально? Запад кого признает легендимным представителем русского общества? Кого? Вот конкретно. На Западе я не говорю. Кто этот человек? Официально такого нет. Ни Ходорковский, ни кто-то еще. Нет такого человека. Я понимаю, что для этого еще много чего нужно. Других политических факторов. Но изначально стартовый, вот этот субъект, который как возникает? Только от наделения этими полномочиями. Я не знаю другого способа. Ты приходишь, говоришь, вот слушайте, у нас тут полмиллиона избирателей выбрали вот этих людей. Давайте, вот у нас гашеные паспорта, значит, биометрические, не выдает консульство, считают, что всех релакансов надо оставить без документов. Но нам же жить надо как-то. Вы, пожалуйста, от нас этих полмиллиона полученных полномочий, вы начните нам выдавать нансеновские или какие-то новые паспорта там свободных русских. Начните выдавать хороших русских паспорта. Но никто не может прийти и этого потребовать, пока он не скажет, а за мной, извините, полмиллиона избирателей. Или там миллион избирателей. Вот в какой сложной ситуации мы находимся. Я хотел попросить, прежде всего, вас лишний раз, тысячный, наверное, повторить вашу идею с альтернативными выборами в рамках предвыборной агитации. Ну, давайте так, платформа еще не запущена, она еще не появилась. Более существенно с деталями можно о ней будет говорить, когда она будет обнародована. Препятствием для ее обнародования является, как я уже говорил, та фаза ее акцептации, которая задержалась на регистрации приложения, на апруле приложения на маркетплейсах. Google действительно зарегистрировал это приложение, и сейчас нужно дождаться решения App Store об ревью, которое они получили, и они должны его акцептовать. К сожалению, это занимает время, и видим, что какое-то противодействие оказывается, поэтому это немного затягивается. Но надеюсь, что этот вопрос решится, потому что мы каждый день посылаем какие-то дополнительные документы, разъясняем, показываем. Поэтому в чем состоит суть этого платформы? Это способ с использованием блокчейна, голосования, используя активное избирательное право, гражданами Российской Федерации с подтвержденным своим статусом, что можно сделать на дистанции только через паспорт с биометрией. Другим способом нельзя, почему? Потому что придется собирать персональные данные. А как раз ноу-хау заключается в том, что биометрия позволяет эти данные не собирать и не делиться ими с каким-то сторонним ресурсом. Все остается в смартфоне самого человека, который имеет смартфон, скачивает приложение, проходит регистрацию, нажимает на определенные кнопки, подносит свою биометрическую часть паспорта к камере и эти данные должны оставаться в его смартфоне и никуда не уходить. Но за счет этого после проверки, это моментально происходит, что это реальный паспорт, это не фальсифицированный документ биометрии, он получает некий отпечаток, назовем его так, который позволяет ему проголосовать один раз. 17 марта в течение дня один единственный раз. Это способ, инструмент, который действительно единственный возможный, потому что во всех противных случаях, если использовать другие паспорта, придется собирать паспортные данные, персональные данные, чего мы принципиально делать не хотим. Это первая главная установка, анонимность. То есть для нас не важно имя, фамилия, отчество, номер паспорта, нам важно только править гражданину России или нет, потому что если проводить какие-то голосования, то невозможно их проводить, выбирая хоть кого-то, президент России или парламент, или референдум проводить среди россиян, если это голосует кто угодно. Ну это же логично. Равно так же, почему приложение? Потому что на сайте, да, сохранить паспортные данные, сохранить анонимность невозможно, данные не текут. Поэтому приложение, находящее в смартфоне самого человека, оно эту возможность позволяет. Во всяком случае, пока мы из этого исходим. Если будет апруф, пройдет этих приложений, мы их выставим, то еще займет какое-то время тест публичный, мы выложим программный код, люди, те, кто разбираются в этом, сами скачают, повторят эти приложения, проверят его на дырки, действительно ли персональные данные остаются или уходят. И только после экспертных заявлений, ну там будут американские компании, когда мы пригласим для проверки и так далее, мы сделаем заявление о том, что да, мы можем начинать регистрацию избирателей. Если мы увидим, что, к сожалению, мы не в состоянии технически преодолеть проблему сохранения персональных данных у самого пользователя, мы так и заявим. Мы, к сожалению, не можем гарантировать, поэтому мы не начинаем голосование из-за этой проблемы технической. Просто мы не можем ничего гарантировать, и поэтому мы не начнем этого. Не то, что мы не можем гарантировать, и вы регистрируетесь в качестве избирателей, нет. Не регистрируетесь, мы не дадим вам регистрироваться, пока мы не решим эту проблему. Хотя бы уверенность должна достигать 99%, в противном случае на себя и риски такие не возьмут. Это не только проблема политическая, что там Фейгин, из-за него утечка произошла, а просто и законно мне это запрещено, как живущий резидент в Европейске, в Европе запрещено собирать без соответствующего лицензирования персональные данные. Поэтому я их собирать не хочу просто, не хочу рисковать уголовной ответственностью и так далее, что тоже логично более чем, потому что любой может написать тогда на меня заявление, что вот Фейгин собрал персональные данные, они утекли, хакером, шмакером, и что же, меня осудят, я этого, как вы понимаете, совсем не желаю. Для чего все это делается политически? Ну, чтобы создать альтернативные источники. 35 миллионов паспортов с биометрией выданы, приличное количество. То есть, либо мы играем по правилам системы путинской, где мы видим, какие голосования, какие кандидаты, либо мы пытаемся создать иной инструмент. То есть, мы должны для себя решить, вот общество гражданское хочет быть источником создания власти, учреждения власти, или оно хочет играть по правилам системы, потому что, ну, типа, по-другому мы не можем. Надо дать себе этот ответ. Те люди, которые хотят сами что-то делать, формировать эту власть, это не факт, что эта власть сразу может осуществлять свои полномочия. Выбрали президента, выбрали парламент, и он заработал. Но если не начать этого, то мы продолжим выбирать кандидатов Ненадеждиных и других. Понимаете? И потом разочарование, ну, весь тот процесс, который мы не раз уже наблюдали, Собчак, Прохоровым и всеми другими. Моя цель в этом, а не в том, чтобы кого-то назначить президентом, выбрать президента, мне вообще все равно, вообще все равно, кто будет. Меня интересует только рабочая, этот инструмент, эта платформа. Если она заработала, вот главный результат. А что там потом будет решать? Референдумы проводить, парламент выбирать, коррекционных оппозиций, вообще все равно. Пусть этот инструмент просто заработает. Выборы выборами, но эти люди должны потом делать какие-то реальные действия. Вот топ-3, по-вашему, реальных действий, для которых необходимо выбирать людей, чтобы эти люди что-то делали. Вы имеете в виду кандидатов, которые могут стать там президентами? Кандидат становится президентом. Для чего нам этот президент? Это же не просто какая-то фигура, как английская королева. А я всегда говорю так, либо человек место, либо место человек. То есть, знаете, зачастую вот президент может быть Медведев, и что он есть, что его нет. То есть, все будет зависеть от этого человека. У политика есть свободная воля, и возможность использовать данные ему там свалившиеся из ниоткуда. Это там общественное внимание, наделение полномочиями, да, виртуальными, да, их невозможно реализовать. Но если он сам не способен, значит, была ошибка, что его вот попытались наделить этими полномочиями, избрав, доверив и так далее. Все зависит от людей. Никогда не по-другому. Никто не привезет на блюдечке, значит, ключи от Кремля, вон, заезжай, правь. Нет, так не будет. Так не будет. Это всего лишь заступ. Да, а ты сам приищи копье и добейся результата. Да, поэтому это ответственность на этих людях, а не на нас, кто учреждает платформу, и даже не на тех, кто голосует. Парадокс заключается в этом. Избиратель в этой части свой долг выполнил, реализовал активно избирательным правом. А воспользуешься пассивным избирательным правом кандидата, если вдруг его действительно куда-то выбрали, президентом, или то, что мы называть будем президентом, это уже от него зависит. Вот ты сумей, друг дорогой. Если ты на такой риск пошел, ты на такую авантюру вписался, то, пожалуйста, докажи, что это все было не зря. Это может произойти, а может не произойти. Вы общались с кем-нибудь из западных политиков? Как они готовы воспринимать легитимную такую власть? Я думаю, что нет. Сейчас никто не способен и не должен, и не может, и не захочет этого делать. Это процесс. Давайте будем сходить из того, что если это даст свой хотя бы первичный результат, и он будет предполагать дальнейшее развитие платформы, и это будет одобрено сначала российской оппозиции, российской частью гражданского общества, в эмиграции или в России, неважно. Вот тогда уже можно будет говорить о каких-то попытках убеждения Запада, что есть инструмент, который может сформировать представительство, субъективировать людей, которые живут за границей, потому что у них вдруг появляются полномочия. Слушайте, за нас проголосовали 500 тысяч человек. Худо-бедно, худо-бедно. В России не лучшие выборы. Не так, чтобы сильно кто-то вообще голосует, учитывая их характер подмены, результаты, фальсификации. Но это процесс, это не результат. С западными политиками я этого не обсуждаю, ко мне кое-кто обращается. Мне, так сказать, из Эстонии, из ряда других мест, где, кстати, такие же работают на государственном уровне инструменты, со мной коммуницировали, но, повторяю, я не хочу никуда забегать вперед. Моя задача не в том, чтобы быть маркизом Карабасом в театре, да, моя задача быть буратиной, но таким буратиной, который помогает найти ключик от коморки Папа Карабаса. А кто сейчас на данный момент осматривает себя как потенциальные кандидаты на этих выборах? С десяток людей уже ко мне обратились, это все публичные лица, вы их все знаете. Могу сказать, что это люди, которые воюют, и люди, которые известны публично, и те, кто и блогеры известны, политики, они уже есть. И огромное желание, вы сказали, что сейчас в дебатах, вот в этой, во всей, политической, связывающей их с выборами процессов. Вот они очень хотят, чтобы он, как в статусе кандидата, выступал в дебатах, убедил, показал, проверивал, еще что-то. То есть это еще и в том числе какой-то процесс политический, то есть на канале будут выступать люди, дебатировать, не только стыкно на моем канале, а они обязательно совершенно. В других каналах, какая мне разница, избиратели смотрят же не только Фегин Лайф, они смотрят другие каналы. Хочу еще раз подчеркнуть, я выступаю не одним из них, а арбитром, потому что я никуда не баллотируюсь, моя задача не в этом. Не важно у кого какие амбиции, моя задача дать людям инструмент. А что они с ним сделать, ну честно говоря, это уже ответственность людей.